Ну что, пока собачки, дворняшки всякие лают, у нас процесс строительный продолжается нашего дома. Но опять же, видео чисто для памяти, чисто для контента, для того, чтобы это будущему покупателю все это показать. Приехал сюда и блин, я не успел последнюю машину увидеть, как заливает вверх. А сейчас-то уже все залито, поэтому давайте посмотрим, что у нас и как выглядит. Вот он бетон-насос. Все, он уже, в принципе, завершил свою работу. По лестнице, естественно, я туда подниматься не буду. Находиться на вот этих вот частях второго этажа небезопасно. Ну и, соответственно, вот так вот выглядит теперь у нас каркас с крышей. Потому что у нас это стиль хай-тек. Естественно, там будет сделан специальный склон, но высшей этажности уже никакой не будет. Так что лестницу тоже, смотрю, уже залили. Давайте спустимся чуть ниже, посмотрим, как он смотрится с другой стороны. Тем более разобрали, видите, опалубку. Она теперь как-то бросается в глаза, уже очертания, так сказать. Полностью можно ощутить квадратные метры, которые уже построены. И также вот видно у нас с этой стороны, как выглядеть будут балкончики. А балконы здесь вот на первом этаже и на втором. В общем, хорошая такая получается у нас высокая конструкция дома. При этом все действительно капитально смотрится. Все это будет выглядеть очень хорошо. Толщина бетона, столбов и все такое. арматура, все подтверждается всеми документами, которые мы собрали. Специально не стали, так сказать, как попало строить, а сделали как надо. В общем, блин, погнали вы хотя бы вот сюда зайдем, посмотрим, как чего, как там лестницы. Так, ну вот здесь вот ребята уже залили, да? Давайте посмотрим. Наконец, у нас очертание лестницы. Вот такое. Ну, это, конечно, черного варианта. Потом можно будет что-то сделать из плитки, еще что-то. Естественно, я наверх не поднимусь. Поэтому запечатлим этот момент именно так. Ну, все четко получается. Высота потолков. Какая высота потолков, не помнишь ее? Три, что-то с чем большим? Три с небольшим, чтобы вот эти вот ригеля, да, скрыть. Ну, чтобы можно было это все сделать при ремонте очень безобидно, так сказать, да? Вот блочное заполнение. Какое же у нас оно будет? Вообще, мы не против, допустим, газосиликатных блоков, но в данном случае мы решили применить керамзитобетонные блоки, потому что как-то мне они более симпатизируют. Ну и, соответственно, мы порешали, что так будет как бы более практично. Все-таки из вот этих вот белых газосиликатных блоков как-то все это выглядит не так прочно, что ли. Ну, не знаю. Хотя напишите в комментариях, как вы считаете, какое блочное заполнение лучше. Здесь у нас будет панорамное окно. Здесь тоже будет панорамное окно. Максим хочет сделать это из алюминиевого профиля. Посмотрим, сколько нам посчитают, должны будут посчитать, сколько рамы будут выходить. Раздвижные именно, да, которые самые должны быть такие практичные. Ну и соответствующий вид. На втором этаже Макс говорит, что там просвет, есть море. И вот если у нас вот эти деревья зимой осыпятся листва, может быть, краешек там и зацепим. В принципе, понимаете, нет такого прям желания прям увидеть это море, сколько просто направление к морю будет, ну, просто приятным бонусом, можно так это назвать. В общем, процесс у нас заливки на сегодняшний момент, каркаса дома уже закончен. Заливка закончена, но это не означает, что процесс стройки тоже остановится. Скоро будем приступать к блочному дополнению. Как я уже сказал, это будет керамзитоблоки. Ну и там уже, по факту, будет уже очертание. Надо, очертание дома, надо успеть просто до дождей его закрыть, так сказать, хотя бы блочное заполнение сделать. Но, по крайней мере, уже здесь будет проще. Когда уже ты под крышей стоишь, можно потихонечку уже что-то делать. Ну, следите за следующим видеопроцессом строительства дома, который расположен в селе Высокая, ну, практически Молдовка. Всем желаю удачи, всем пока!